Коллеги, здравствуйте! Рядом со мной Лидия Макшейн, эксперт фудтех в ритейле. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! С вами всегда очень приятно общаться. Мы делаем это с удовольствием и не первый раз. Давайте делиться интересной информацией. Да, давайте, потому что последний раз мы общались в начале февраля, и за это время рынок кардинально изменился, и как раз вот эти изменения мы можем с вами обсудить. Хотелось бы, да, экспертное мнение. Как изменился рынок и что с этим делать? Я рассмотрю только часть сегмента, который относится к фудтех, новинкам и направлению ЗОЖ. И вот в этом изменения произошли следующие. То есть потребителя цена стала более критична при выборе, но также мы видим, что сохранился запрос на качество. То есть человек хочет обязательно быть уверен, что продукт качественный за вменяемые деньги. И потребность в ЗОЖе, она трансформировалась в то, что качественный продукт, он уже не несет рисков, он безопасный продукт, он продляет и поддерживает здоровое состояние организма, работоспособное. Если он уже еще улучшает, это уже плюс. Но в целом сейчас задача сохранить работоспособность, состояние бодрости духа. И, в общем, еда, она выступает в качестве... Она выполняет роль, соответственно, поддержания физического состояния организма и также еще выполняет функцию эмоциональной радости. И здесь важно, там, эту эмоциональную радость, снятие стресса поддерживать не в ущерб здоровью. Поэтому, как мы видим, круг замкнулся. Заедать стресс, но при этом ЗОЖно и правильно. Ну, как-то, да, в небольших количествах или там вместе с чаем травяным. В общем, как-то, да, или в первой половине дня. То есть как-то находить эти варианты, получить удовольствие, сохранить, уложиться в бюджет. Да, таким образом. Я надеюсь, все будет у нас хорошо. Скажите, в принципе, вот есть ли какая-то сейчас... Даже не говорю про события последних месяцев, про события последних недель. Прослеживается ли какая-то положительная динамика и какой-то вот свет в конце туннеля, что вот мы уже выходим на какое-то плато и скоро будет все лучше и лучше? Вы знаете, я думаю, это вопрос позиции внутренней человека, что будет лучше и лучше. То есть на самом деле мы всегда выбираем. Есть некоторое состояние, какая-то ситуация, мы можем видеть в ней плохое, мы можем находить в ней хорошее. Безусловно, сохраняя реалистичность. Поэтому, сохраняя реалистичность и делая шаги, чтобы быть лучше, чтобы работать лучше, улучшать, что можно сделать вокруг себя, близких, в бизнесе, для покупателей. Ну, в общем, вот это как бы, как говорится, у Бога нет других рук, кроме нас, кроме наших. Поэтому лучше и лучше мы должны делать сами. И это, в общем, наша такая ответственность, я бы даже так сказала. Мы будем стараться делать лучше и лучше, а профессионалы в рынке будут помогать этому миру быть еще лучше и лучше и стабильнее. Спасибо вам за интересное общение. И надеюсь, до встречи в следующем году, когда мы еще более позитивно будем говорить, что у нас все замечательно. Спасибо большое, Сергей, взаимно.